Книги Анзора Агумава – это как если бы у Сухума был семейный альбом. Вот тут он маленький, здесь учится ходить, тут учат и рассказывает стихи, здесь с многочисленными родителями, а вот уже встречает молодость под эвкалиптами. Сам Анзор Семенович – натурально сухумовед, коренной сухумец, выпускник 10-й средней школы Сухумского художественного училища и исторического факультета АГУ. Работал в Абхазском госмузее, новостроечной археологической экспедиции, управлении охраной историко-культурного наследия. Всю свою жизнь он любил Сухум, изучал Сухум и боялся потерять наш город. Вот можете себе представить, когда мы 40 лет назад переживали о том, что Сухум теряет свой облик. Прошло 40 лет, а сегодня мы опять думаем об этом. Анзора не стало. Тоже вы знаете, когда в 2012 году напротив офиса сгорел, вдруг воспламенел одно из зданий исторических, он написал на своей странице в Фейсбук, и это было последнее, что он написал, «Я это не вынесу». И ему стало плохо сердцем на следующий день, он умер. И может быть так совпала ситуация, но, конечно, это было одним из моментов. Каждый раз, когда мы в последнее время с ним собирались, он говорил такую фразу, «Я до тех пор, пока в этой стране есть хотя бы один человек, которому важно то, о чем я пишу, я буду писать, я буду делать. Я должен сказать, что не один, а сотни тысячи людям интересно все то, что сделал Анзор». Книга «Старый Сухум», которую многие уже знают и любят, часть презентуемой. Новое издание, осуществленное при финансовой поддержке компании «Аквафон», отличается большим объемом текста, новыми фото, среди которых есть и неизвестные широкой аудитории. За 20 лет действительно «Аквафон» поддержал очень много интересных, важных проектов в сфере образования, науки, культуры и искусства. Многие из этих проектов и творческих инициатив затем уже стали самостоятельными организациями, институциями. Это говорит о том, насколько программно, избирательно компания подходит к поддержке проектов. Поэтому огромное спасибо вам. «Сейчас идет такая борьба, борьба за город, вы все чувствуете, борьба за наше здание, за наш облик, который сформировался за столетия последние. И эта книга будет, я считаю, она должна быть существенным таким вкладом в защиту нашего города. То, за что вы все болеете и то, что нам небезразлично». Не каждому городу повезло представлять собой одновременно историческую, эстетическую, архитектурную и ландшафтную ценность. Сухум – один из таких счастливчиков. Неповторимый образ города отображен в книге, над материалами которой автор работал более 30 лет. «Она послужит большим подспорьем для написания кандидатских, а может даже и докторских диссертаций последствий, я в этом уверен. И, конечно, она послужит как бы настольной книгой для наших чиновников, строителей, которые, значит, сейчас занимаются строительством в нашем городе. За что болел очень наш дорогой коллега, наш дорогой друг. «Благодаря таким людям мы можем детальную картину прошлого нашего реконструировать. Потому что кажется, что эти сами по себе предметы малозначимы, но именно из них состоит материальная культура и человеческая цивилизация». Там есть материалы о том, как формировался Сухум с точки зрения административной, военной, гражданской и так далее. То есть совершенно потрясающие вот эти первые материалы, которые никогда не публиковались. И в этот момент я поймала себя на том, что я, оказывается, сейчас по-другому смотрю на самого Анзора. Анзора. То есть масштаб его личности, вот Таечка, пока я читала, вот то, что ты мне презентовала эту книгу, понимаешь, он начал вот так вот более масштабно вырисовываться во мне. Анзора Гумава подготовил более ста научно-популярных статей для Абхазской энциклопедии. Участник крупных научных конференций. Автор более 20 научных публикаций по археологии, истории, архивному делу, охране историко-культурного наследия. Анзора Гумава – ветеран Отечественной войны народа Абхазии. Что бы мы делали, если бы мы не знали, что этот дом на Логово называется «Отель Флорида», если бы не знали, что наш маяк построили французы, и он там на 200 с лишним миль освещает все море, если бы не знали, что кварталы нашего города разденены на низменные и высотные, низменные назывались строительные, а высотные назывались… Да, совершенно верно. Но теперь мы это знаем. Мы знаем, что индоевропейский телеграф проходил через Сухум. И сидели с ним два прекрасных здания по улице Чочева. Мы знаем, что в Сухуме соседствует модерн, классицизм, вот это послевоенный ампир, так называемый черноморский греческий стиль, дома, в котором мы живем. Мы знаем, что по плотности памятников архитектуры и культуры Сухум не знает себе равных на всем северном Черноморье. Если вы хотите узнать, то я вообще обращаюсь к молодежи, которые здесь сидят и которые, наверное, будут слушать репортаж. Постарайтесь достать эту книгу. К изданию материалы подготовила супруга Анзора Агумова, заведующая отделом природы Государственного музея Абхазии Таисия Алания. Признаться, что после старого Сухума я думала, что я уже ничего не осилю, у меня просто не хватит сил. Но всякий раз, открывая компьютер, я понимала, что столько материала лежит просто так вот. Ну, лежит и все, я могу читать, и больше никто. Ну и как-то поделилась я с друзьями о том, что вот такая ситуация. И, ну, чего скрывать, батал Бжамия первый сказал, ты что, как это так может лежать, надо. Да. Он передал эту информацию Алхасу Юрьевичу. Я в первый момент даже не знала об этом. И уже Алхас Юрьевич и он вместе сказали о том, что держать это под замком просто преступление, надо делать. Книга выпущена небольшим тиражом и вскоре поступит в книжные магазины Сухума, чтобы у каждого сухумца была возможность посмотреть на город глазами человека, который посвятил столице себя.